Два убийства и на воле. В Кропивницком суд выпустил под залог экс-сотрудника УБОПа Вадима Данилова. Два года назад, находясь за рулем авто, он вылетел на запрещенный свет светофора и вырезался в машину молодоженов. Две женщины, одна из них невеста, погибли на месте. Водитель с места ДТП испарился и был в бегах почти год. Задержали его в Черниговской области, но каким оказалось решение суда, подробнее в нашем материале. Эти фотографии с места аварии. В ночь на 21 июня 2015 года водитель черной Тойоты на скорости влетел в свадебный кортеж. Невеста и еще одна женщина погибли на месте. Водитель Тойоты с места ДТП скрылся. Искали его почти год. Тогда подозреванному удалось втекти за кордон. Для нас его затримание стало справедливым выкликом. За эти действия ему загрожает покарание в виде избавления свободы на срок до 10 лет. Как выяснилось позже, за рулем Тойоты был бывший сотрудник УБОПа Вадим Данилов. Почти год ему удалось спрятаться то в Беларуси, то в России. Задержать Данилова удалось только в апреле прошлого года. Он отсиживался на съемной квартире в Черниговской области. Тогда суд отправил его в СИЗО. Уже год это резонансное ДТП рассматривает Кировский районный суд Кропивницкого. Все это время Данилов находился в изоляторе. И вот на прошлой неделе ему сменили судью. Теперь дело рассматривает Руслан Бурко, который внезапно освободил Данилова под жалкий залог. Всего лишь 128 тысяч гривен. Родственники погибших шокированы. Попередний суд, который ввел эту справу, даже не поднимал такого вопроса, враховывая такие тяжкие обстоятельства. После изменения судей новый суд принял решение установить заставу, даже без обоговорения. Сегодня в Кировском райсуде очередное заседание по этому делу. И очередное шокирующее решение судей. Он поддержал прошение защиты о запрете видеосъемки обвиняемого и его адвоката. Поэтому Данилова на сегодняшнем суде мы показывать не можем. Но в нашем архиве нашлось видео, на котором снят этот человек еще до судебного запрета. Вот так выглядит бывший сотрудник управления по борьбе с преступностью. Вы выдмограды? После такого резонансного судебного решения сторона защиты требует еще вернуть обвиняемому изъятый паспорт. Мог, чтобы устроиться на работу. Судья отказывает, но обещает вернуться к этому вопросу позже. Комментировать на камеру неожиданный выход из СИЗО Данилов и его адвокат не желают. А вот родственники погибших такой резкий поворот событий рассматривают как попытку избежать наказания. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер Крапивницкий.